Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 15 мая, день Бориса и Глеба, назван честь святых мучеников Бориса и Глеба, князей русских, святой Владимир, просветивший святым крещением всю землю русскую, имел 12 сыновей, не от одной жены, но от разных, от болгарии Бориса и Глеба, и посадил их отец на княжество Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, оба брата мученические погибли, от рук окаянного святополка, их сводного брата, от гречанки, который хотел захватить престол в Киеве. Этот день в народе называли соловьиными праздниками. Считалось, что 15 мая соловьи начинают петь, и тот, кто услышит утром соловья, тот целый год будет счастливым. В этот день начинали сеять хлеб, была даже пословица на Бориса и Глеба, успей посеять хлеба. Вообще, этот день был известен и под другими названиями, свистопляски, свистунью, соловьиный праздник, а также барыш день, борис день. И все потому, что святого Бориса в народе называли барышником. Народ отмечал этот день в надежде получить прибыль барыш. В эти дни сеяли огурцы и тыкву. А чтобы урожай овощей был богат, перед посевом зарывали в землю палец и молились. Это традиция, связанная со святой мученицей Маврой, которой отрубили пальцы рук. Когда же сажали семена, напротив молчали. Приметы. Если соловей весь день громко поет, провожает весну и встречает лето. Кто при пении соловья рубаху скинет, того блохи кусать не будут. Ясный заход солнца в этот день, лето будет ясным, сухим. Если услышишь соловья раньше кукушки, счастливо проведешь все лето. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok